итак сегодня у нас будет очень простая и популярная тема неважно кем вы будете 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 ли вы программистом или вообще забьете на все и уйдете из этой сферы вы не сможете пройти мимо веба потому что веб сейчас присутствует везде собственно ну да не забываем отмечаться не забываем основной девиз перла хотя несмотря на то что у нас в общем-то в курсе перл фигурирует сегодняшняя лекция будет посвящена в основном просто простой теории будет много всякой теории об устройстве вот этого самого веба и протокола хттп и так что мы сегодня рассмотрим немножко истории так вот совсем чуть-чуть как это все появилось но потом рассмотрим как вообще устроено что когда вы набираете что-то в браузере вы получаете свой результат как это появлялось но вообще исторически сложилось так что всякие вот эти наши современные технологии которыми мы занимаемся были придуманы либо военными либо учеными военным это было нужно там для каких-то своих целей ученым это было нужно для обмена информацией то есть одни что-то публиковали у них были какие-то результаты другим это тоже хотелось там смотреть дополнять и прочее и в далеком для вас далеком для кого-то не очень восемьдесят девятом году тим бернер сли разработал и придумал такую концепцию собственно то что лежит в основе веба это гипертекст он собственно существует и по сей день чем отличается гипертекст от обычного текста ну скажем так гипер ссылками то есть возможность ссылаться из одного документа на другой переходить по ресурсам и так далее самый лучший пример который отражает идею гипертекста это википедия когда вы открываете одно у вас там есть куча ссылок ссылающиеся на дополнительные материалы спустя немного времени это все оформляется формализуется стендать стандартизируется и у нас появляются скажем так первый сайт первый веб-сервер первый браузер когда это появляется она начинает развиваться появляется необходимость в чем-то типа контролирующей организации которая будет собственно определять как это развиваться появляется world wide web consortium собственно вот эти этапы можно считать становлением как раз того веба того интернета каким вы знаете его на сегодняшний день что же такое вообще http http это гипертекст трансфер протокол то есть по нему можно передавать не только гипертекст но изначально он был предназначен для этого значит структура http довольно таки простая у нас есть запрос у нас есть первая часть запросов которые мы говорим каким методом куда мы идем из какой версией у нас есть ответ тоже одна строка где нам говорят что такой-то версии конкретно протоколах http нам отвечают конкретным кодом с пояснением этого кода после вот этой первичной строки это текстовый протокол идут текстовые заголовки заголовки описывают дополнительную информацию к нашему запросу или к ответу на этот запрос после того как мы передали заголовка заголовки запроса или ответа у нас может следовать тело обычно мы шлим запрос серверу сервер нам чем-то отвечает и вот собственно содержание ответа то есть когда вы видите страницу это и есть тело этого ответа собственно развивалась это так то есть после того как вот все это образовалось было сначала версия 0.9 она прожила не очень долго хотя даже на сегодняшний день если вы сделаете запрос версии 0.9 скорее всего он отработает потом были выпущены доработки сделан rfc и долгое время существовала версия 1.0 впоследствии были привнесены определенные улучшения связанные с постоянным соединением и там подобными вещами и собственно версия 1.1 используется и по сей день большинством сайтов не так давно была разработана версия 2.0 она бинарная она предназначена для двухстороннего общения между сервером и клиентом там много нововведений сжатий и так далее для современного веба но тем не менее большинство работает на версии 1.1 и именно о ней мы сегодня в основном и будем говорить потому что если вы знаете как работает версия 1.1 вы сможете понять и особенности версии 1.0 и также поймете как устроен 2.0 поскольку там используется вся та же терминология те же заголовки запросы ответы просто они упакованы в бинарные структуры с чего стоит начать начать стоит конечно же с штуки под названием юрий или ури если вот говорить так как называют это обычно у нас юрий это по сути идентификатор какого-либо ресурса в обычно в интернете он состоит из пяти основных частей это схема мы сегодня говорим про http и https но также схема может быть там ftp там может быть еще какие-нибудь протоколы то есть схеме обычно указывается способ которым мы обращаемся дальше идет информация о том где это расположено то есть по сути имя сервера и имя порта опционально путь строка запросов то есть там могут быть параметры вида ключ значения и такая штука которая называется фрагмент он не передается серверу эта информация исключительно для браузера то есть после решетки идет часть которая обрабатывается исключительно браузером есть еще есть еще пара терминов например и р.м. он похож на юрий он скажем так берет свои корни приблизительно оттуда он предназначен для какой-либо идентификации в таком же стиле и есть урл урл это скажем так частный случай юрий это ресурс локатор вот обычно когда мы говорим про ссылку на что-нибудь это юрл значит для того чтобы указать какие-то данные в юрл собственно поскольку у нас есть специальные символы разделители и так далее нам нужно уметь передавать там произвольные любые данные для того чтобы кодировать эти данные применяется так называемые percent encoding все просто если у вас есть какой-то байт и вы этот байт хотите передать в качестве запроса или передать его в качестве ответа вы его кодируете кодируете вы его в 16 речном виде ставите процент и дает 16 речное представление например пробел кодируется просто как процент 20 20 это 16 речное значение аске кода пробела если у вас там юникод кодируете каждый байт юникода значит кодируется все что не ложится в аске и собственно кодируется все зарезервированные символы из аске вот если этот символ попадает в этот диапазон вот перечисленных символов его нужно за энкодить потому что все они имеют специальное значение также если вы кодируете часть которая называется query вот у вас есть запрос хост путь вот дальше идет query то есть нужно кодировать все вот эти символы и так мы определили что вот у нас есть ресурс то есть у нас есть ссылка на него собственно что мы можем с этим сделать у нас есть различные методы которыми мы можем обратиться к конкретному ресурсу рассмотрим некоторые из них с которыми вы скорее столкнетесь скорее всего их немного больше рассмотрим основные запрос options скажем вы обращаетесь с запросом options когда вам нужно узнать некоторые свойства данного ресурса самый стандартный самый распространенный запрос это get get получает этот ресурс head позволяет узнать существует ли ресурс и узнать его заголовки но не получать тело пост в основном используется при отправке форм то есть если вы заполняете какую-то форму в вебе когда вы ее отправляете с огромной вероятностью выполняется запрос пост также когда вы оплодите файлы например может быть использован метод put кстати вам придется его у себя поддерживать поскольку вы будете заливать файлы put говорит что нужно по конкретному url перезаписать конкретные данные раз есть put значит должен выйти делит делит позволяет отправить запрос на удаление какого-то ресурса еще один метод который не совсем http но тем не менее он есть и он важный если у вас используется прокси сервер а прокси сервера тоже работают по протоколу http у вас есть метод для установления соединения то есть вы подключаетесь и говорите connect туда-то и прокси устанавливает это соединение и так вы сделали запрос наверное дальше должен быть какой-то ответ значит я говорил что в http есть код ответа статус ответа его называют по-разному значит их пять категорий категория можно сказать определяется первой цифрой есть сотые коды они информационные 200 это коды успешной работы то есть если вам ответили 200 им кодом значит сервер ваш запрос успешно обработал 300 и коды перенаправлений вы пришли на определенный ресурс и вам говорят что вам в общем нужно пойти куда-то еще 400 вы пришли с кривыми данными это соответственно ошибка клиента ошибка того кто формировал запрос ну и самые любимые ошибки веб разработчиков это 500 потому что это ошибки сервера это собственно разработчик где-то накосячил у него что-то не работает и собственно вы видите пятисотую ошибки разберем подробнее какие они бывают значит начнем с информационных их немного рассмотрим мы всего два ответ 100 continue он означает что то есть во первых он будет только в том случае если в самом запросе вы сказали что вы ожидаете такой ответ вы делаете запрос говорите что в заголовках expect 100 continue и тогда сервер если он готов обработать ваш запрос он вам ответит ответом 100 continue и есть код ответа 102 он позволяет переключать скажем так протокол http на какие-то другие расширения например мы рассмотрим в конце протокол веб сокет который работает поверх и теперь успешные коды их тоже немного и основной код который можно сказать символизирует собой веб это 200 окей это стандартный код успешного ответа в подавляющем большинстве случаев именно этим кодом вам отвечает сервер когда вам отдает данные какие еще есть есть 201 им нужно ответить тогда когда вам прислали файл и вы его создали эта информация о том что файл был создан 202 сервер принял и обработал ваш запрос 204 это ответ на делит к вам пришли с запросом делить вы удалили содержимое вы говорите 204 но у контент в этом случае вы не отдаете никакого тела поскольку вы что-то только что удалили и довольно таки полезный код 206 в вебе существует возможность запрашивать данные частями вот когда вам отдают не целиком все данные а часть их отдают с кодом 206 теперь перенаправление 300 и коды 301 это так называемый permanent redirect по этому ресурсу когда-то что-то было но больше здесь этого нет и нужно перенаправить браузер клиента на другой ресурс возвращается код 301 также популярный код 302 это временное перенаправление если 301 код браузер запоминает то есть предположим у вас браузере сохранен букмарк в этом букмарке есть какой-то url если вы введете этот url и получите 301 браузер запомнит что его перенаправила из того урла в новый случае 302 редиректа никакого запоминания что url изменился не будет это временное перенаправление она часто используется при отправке форм то есть вы отправляете форму сервер ее обрабатывает и отвечает вам редиректом на новый ресурс специальный код 304 он означает что ничего не поменялось то есть сервер может отвечать этим статусом если вы передаете ему специальные заголовки например верни мне страницу если у нее изменилось время и она больше чем такое то то есть вы ему даете это время он вам говорит нет не изменилось 304 ничего скачивать не надо очень удобно когда вы хотите скачать например большой файл если он отличается от того что есть у вас если в 302 редиректе предположим вы отправляете на сервер какие-то данные если отдать 302 то на новый ресурс вы пойдете с другим методом вы пойдете с методом get и без отправки этих данных 307 редирект позволяет перенаправить весь запрос и с его методом и с его данными мы я не стал перечислять все я перечисляю только основные которыми придется пользоваться значит среди четырех сотых среди ошибок клиента я перечислю многие поскольку с ними можно столкнуться но опять же скажем так не все их всегда можно скажем так загуглить и почитать значит 400 bad request если ваш клиент ваш браузер сформировал неверный запрос вы не можете понять параметры вам они не нравятся или еще что то отвечаете 400 к вам пришли с плохим запросом для механизма авторизации предусмотрен ответ 401 механизм авторизации мы будем рассматривать если кто-то не прошел проверку не имеет доступа к ресурсу или еще что-то 403 forbidden популярный код 404 ресурс не найден 405 вы выполняете запрос с недопустимым методом 412 он имеет отношение к методу 304 к ответу 304 если вы запрашиваете файл и просите проверить условия что там дата изменилась или не изменилась там можно попросить дай мне фа точнее не давай мне файл если он не изменился можно попросить и в обратную то есть дай мне файл если он не изменился с такой-то даты в общем если условие которое вы передали не выполнится вы получите ответ 412 если вы передаете слишком большой запрос слишком большое тело будет ответ 413 запрос слишком большой когда вы просите кусочек файла а этого кусочка нет всего нельзя удовлетворить request range not satisfiable и смешной код его внедрили 1 апреля то есть иногда скажем так те кто разрабатывают протоколы рфси и прочие могут тоже пошутить поэтому существует специальный код ответа 400 который говорит я чайник иногда какие-то сервера могут поддерживать ответ таким кодом ну просто также в шутку также был введен специальный код 451 который обозначает что данный ресурс был заблокирован например у нас стране роскомнадзором ну и также существует группа ошибок обычно их обозначают 490 какими-то это произвольные ошибки то есть их выбирает тот кто разрабатывает конкретный софт то есть вы можете решить что может существовать какая-то ошибка клиента вы назначаете такую-то ошибку пишите свое сообщение и так с ошибками клиента мы разобрались до их много их намного больше чем я перечислил остальные они более редкие теперь ошибки сервера скажем так когда раньше люди начинали программировать под веб то скорее всего первое что они видели в своем браузере это вот приблизительно такую ошибку они допускали какую-то ошибку приложение падала выбрасывала исключение и все что они видели в браузере это 500 internal server error на сегодняшний день скажем так так называемые пятисотки они покрасивее они обрабатываются но как бы тем не менее это одна из самых распространенных ошибок также есть например ошибка которая говорит что ваш сервер не поддержал какую-то функциональность в этом случае 501 еще из кодов ошибок это ошибки например 502 вообще ошибкой 502 мир познакомил так называемый веб-сервер nginx вот кто из вас видел вот такую картинку значит свое время скажем так для ускорения вот так это и называлось для ускорения сайта для ускорения отдачи так называемой статики то есть файлов с диска перед веб-сервером стали вы ставили веб-сервер nginx то есть сначала запрос приходил в nginx он его обрабатывал и передавал на сервер дальше так вот когда сервера дальше нет он упал он к нему не может подключаться происходит ошибка bad gateway также существует аналогично пятисотки 503 это когда вы в общем это почти пятисотка но вы знаете почему у вас что-то не подключается что-то не работает вы в приложении поняли что обслужить пользователя вы не сможете но совсем как бы пятисотка и отвечать ему то есть у вас не внутренняя ошибка вы знаете что сервер сейчас недоступен 503 еще одна ошибка с которой тоже nginx познакомил мир это 504 выглядит она очень похожа если в случае 502 той стороны вообще нет то в случае 504 ему удалось подключиться отправить запрос но ответа он не дождался это если вы получаете такую ошибку на своем сервере значит вы очень медленно или криво или неправильно отдаете ответ ну и в случае серверных ошибок точно так же предусмотрены некоторые произвольные серверные ошибки 590 и так с первой строкой запроса и ответа мы разобрались давайте пойдем дальше следующая часть которая идет и в запросе и в ответе это заголовки заголовков может быть много начнем самых важных один из самых важных заголовков запроса это заголовок хост если у вас есть url в этом url вы говорите на какой в общем-то сайт вы идете помните из предыдущей лекции айпи dns вот это все так вот на один и тот же айпи адрес могут ссылаться большое количество разнообразных сайтов и вот когда ваш сервер на одном айпи адресе принимает запрос ему нужно узнать к какому из сайтов относится этот запрос для того чтобы это сказать существует специально заголовок запроса хост то есть вы подключаетесь вы отправляете запрос get и вы говорите на какой хост вы его делаете оставшаяся часть запроса которая собственно называется пасы query отправляется в той части которая идет после метода то есть самый простой хттп запрос выглядит именно так вы делаете get запрос на какой-то ресурс с параметрами указываете версию протокола по которой вы обращаетесь и говорите на какой хост вы пришли если вы хост не укажите то тут может быть два варианта либо сервер обслуживает все хосты и тогда он вам ответит либо вы получите информацию что 404 такого ресурса нет такого хоста нет в общем этот ресурс не обслуживается не менее важный заголовок контент лэнкс без обработки контент лэнкс вы не сможете нормально реализовать не клиент не сервер контент лэнкс говорит вам какова длина тела которая следует после заголовка то есть условно говоря это сколько байт нужно прочитать из сокета после того как вы дочитали заголовки иногда когда например сервер нам отвечает он не может заранее знать сколько у нас будет байт например он не читает это там откуда-нибудь из файла он генерирует это на лету в этом случае можно передавать данные по частям в этом случае добавляется заголовок transfer encoding chunk it то есть сервер говорит я вам буду отдавать данные по кусочкам каждый кусочек начинается со своей длины то есть мы говорим вот мы сейчас отправляем кусочек вот такой длины потом передаем этот кусочек потом еще один кусочек какой-то длины и передаем собственно этот кусок данных когда данных больше нет мы в конце говорим ноль все данные кончились дальше кусков никаких нет куки я не могу сказать вам потому что я не помню почему их так назвали иногда русскоязычной аудитории да их могут называть печеньками потому что куки это печеньки это такие штуки которые сервер выдает клиенту а клиент потом когда подключается скажем так передает их обратно и так есть два типа заголовков есть заголовок set cookie он выдается то есть он возвращается сервером когда вы делаете запрос вам сервер может сказать установить себе куки по сути куки это некоторые параметры ключ значения за то чтобы они хранились отвечает браузер куки можно выставлять на определенный домен на определенный путь можно говорить что они работают только в хттпс если указать флаг secure можно указать что они доступны только при передаче по http есть такая штука как javascript может быть кто-то из вас слышал а может быть даже программировал так вот куки могут быть доступны в джаваскрипте это не очень безопасно поэтому безопасные куки обычно передаются с флагом http only как бы то ни было когда браузер обрабатывает этот самый запрос от куки он запоминает что когда он пойдет на какой-нибудь вот такой домен с конкретным путем который лежит в этом префиксе ему нужно будет передать вот эту пару параметров да есть еще такая штука как expires кука может быть временная когда сервер выполняет и точнее когда браузер выполняет запрос он непосредственно эту самую куку и передает то есть у меня здесь была выставлена кука на домен . mail.ru это значит что на этот домен и на все его поддомены нужно потом передавать этот параметр пока не наступит вот эта дата значит передаются все куки которые принадлежат этому домену то есть браузер это все собирает запоминает и передает с помощью кук например делается авторизация когда вы авторизуетесь вводите там где-то логин пароль на сайте вам сервер выдает эти самые авторизационные куки когда вы запускаете режим инкогнито вы запускаете страницу которая не передает никаких кук ну и также с помощью кук выполняется всяческий трекинг отслеживание рекламы то есть вы пошли в одном месте смотрели там поискали что-то в поисковике вам поисковик выставил куки потом этот же поисковик при помощи директа показывает определенную рекламу потому что у вас в куках хранится информация что вы что-то такое искали это способ передать информацию какие-то параметры между двумя разными сессиями двумя разными запросами теперь про авторизацию для того чтобы выполнить авторизацию на ресурсе изначально был предусмотрен заголовок авторизации он состоит из двух частей из типа авторизации бывает несколько типов и собственно самой информации об этой авторизации здесь самая простая авторизация называется basic ее можно передавать прямо в урле если перед хостом написать логин двоеточие пароль вы по сути сделаете запрос basic авторизации хотя начиная с определенного времени браузеры запретили данную функциональность потому что она небезопасная но тем не менее какой-нибудь какие-нибудь консольные утилиты или библиотеки вполне прекрасно это поддерживают поэтому если вы видите такую форму записи когда перед хостом написано что-то используя собаку и двоеточие знаете это логин и пароль значит для того чтобы сформировать basic авторизацию вам нужно всего-навсего сконкатинировать между собой логин двоеточие и пароль взять от этого base64 и передать это в виде вот такого заголовка то есть вы передаете заголовок авторизации говорите что это basic авторизация и собственно передаете то что вы закодировали у этого механизма есть один фатальный недостаток если эту строку перехватить то в общем то ну во первых из нее можно достать ваш логин и пароль но с другой стороны зачем кому-то логин и пароль отдельно если можно прям вот эту строку взять передать и будут и быть авторизованным вами этот способ авторизации подходит для простейших случаев случаев но для более сложных для более защищенных был разработан другой механизм этот механизм называется дайджест как он работает вкратце когда вы идете на конкретный ресурс который защищен вы получаете ответ 401 вместе с этим ответом сервер выдает вам определенную информацию во-первых он вас просит авторизоваться механизмом дайджест он нам отдает некоторый набор строк в качестве то есть эти строки используются как информация о том к какому ресурсу вы получаете доступ а также он генерирует некоторые временные числа которые должны быть использованы один раз то есть каждому подключившемуся клиенту сервер сгенерирует раздельные там числа строки вот эта штука которая называется нонс или n1 она уникальная для каждого отдельного запроса именно она используется при расчете скажем так ответа то есть сервер вам говорит возьми вот это число или строку возьми real и зная собственно свой логин и пароль посчитай вот такой ответ то есть посчитай сначала md5 от одной штуки посчитай md5 от запроса который ты делаешь все это сложи вместе посчитает этого md5 и дай мне респонс это позволяет защититься от ситуации когда кто-то перехватил ваши данные то есть пожалуйста забирайте все данные от этого запроса вы их можете увидеть вы можете повторить ровно этот запрос к а нет не можете потому что у вас но он будет выдан другой то есть таким образом хорошо вы увидели эти данные но вы с ними ничего не сделаете вы не знаете логина и пароля он нигде не сохранился не передавался он был здесь внутри md5 суммы от md5 суммы и так далее для нового запроса вам нужно будет заново знать юзернейм пароль и все вот это ну собственно когда вы это все посчитали вы отправляете запрос с заголовком авторизейшн дайджест где вы передаете каким юзернеймом вы авторизовались для какого реалма и вот тот посчитанный респонс который у вас получился параметр опак это штука которой вы не пользуетесь вы ее должны просто вы ее приняли вы должны передать серверу он может быть использован сервером для какого-то отслеживания состояния то есть задача сервера посмотреть что он получил от вас посчитать все то же самое вот то как вы должны были это посчитать точно также сервер все это считает если у него все сошлось то он ответит да хорошо вы получили доступ к этому ресурсу если где-то произошла ошибка у вас был неправильный пароль или еще что-то вы получите 403 ну и теперь давайте посмотрим какие вообще еще бывают заголовки то с чем можно столкнуться значит контент заголовки контент type контент контент энкодинг все отвечают за то какого типа данные передаются в теле запроса то есть контент length говорит о длине контент type говорит что лежит непосредственно в содержимом контент энкодинг говорит о том как она закодирована то есть можно передавать данные в разном формате в разные кодировки заголовки accept они позволяют клиенту то есть браузеру сказать серверу что он поддерживает и что он не поддерживает например в заголовках accept можно передать какой язык предпочитает пользователь этого браузера в зависимости от региональных настроек какие кодировки он поддерживает какие форматы данных и так далее есть заголовки access control это заголовки серверные и они обеспечивают контроль доступа к ресурсам кому понадобятся сможете отдельно взять почитать посмотреть заголовок date в общем он простой казалось бы ну да то и все но тем не менее он существует практически в любом запросе он существует и при формировании запроса и при формировании ответа там используется дата вот такого формата то есть он не может быть совсем произвольным то есть он должен быть именно вот в таком видео немаловажный заголовок connection он обеспечивает управление самим подключением значит я немножко остановлюсь помните версии 091011 так вот управление connection am появилась только в 11 для версии 09 и 10 connection подразумевался как close что означает connection close он означает что вы подключаетесь делаете запрос читаете ответ закрываете соединение connection keep alive позволяет вам один раз открыть соединение отправить запрос прочитать ответ отправить еще один запрос в это же соединение прочитать ответ и так далее до тех пор пока собственно вам не надоест установление соединения операция дорогая помните там вот этот handshake в одну сторону в другую туда обратно а через установленное соединение работать быстрее ну и собственно для таких штук как смена с типа протокола был предусмотрен connection upgrade это мы тоже еще раз смотрим и предусмотрен еще один тип заголовков это x заголовки то есть если ваш заголовок начинается с x дефис что-нибудь это ваш произвольный заголовок можете отдавать таких заголовков сколько угодно не существует каких-либо предопределенных заголовков в которых будет такое начало поэтому если вам что-то хочется вернуть в заголовках и вы не хотите ни с чем пересечься называете их как x дефис дальше пишите что хотите немножко про то как заголовки должны выглядеть значит заголовки это обычно строка обозначающие имя заголовка после этого собственно следует двоеточие и значение этого заголовка заголовок может быть многострочным в этом случае если его данные продолжаются на следующей строке должен быть какой-то отступ заголовки могут повторяться для каждого отдельного заголовка определено может ли он повторяться несколько раз или заголовок может существовать в единственной форме например заголовок контент лэнкс может существовать в единственной форме потому что длина контента у вас всего одна у вас не может быть два контента после ваших заголовков поэтому если заголовок может существовать единожды то берется то значение которое было упомянуто последним если же заголовок может повторяться несколько раз то они просто все между собой скажем так суммируются с точки зрения записи можно заголовок несколько раз записать можно записать значение через запятую значит для вот этой не канонической формы будет каноническая следующая форма каждое название заголовка пишется с каждое слово с большой буквы и кстати помните в регулярных выражениях была специальная регулярка которая приводила любую произвольную строку вот к такой форме после названия заголовка ставится двоеточие и ставится один пробел пробел опционален но так принято потом идет значение заголовок и лал соединяет все свои значения которые у него есть через запятую вот эти два и лал и вот этот они эквивалентны с точки зрения протокола ну и заголовок контент лэнг составляется в единственном экземпляре потому что здесь их два теперь контент type вот нам могут ответить что сервер нам отдает что-то вот для того чтобы клиенту то есть браузеру понять что ему отдают он смотрит на заголовок контент-тайп то что может быть написано в контент-тайпе называется маем тайпом самые популярные это ну как ни странно тексты текст plain это просто текст без всякой разметки без чего бы то ни было текст html это как раз тот самый гипертекст который существует самого начала создания веба также есть стили там могут быть какие-то другие текстовые протоколы собственно маем тайт состоит обычно из типа содержимого и конкретного его представления они не обязательно текстовые есть бинарные бинарные часто начинаются с application просто бинарные данные которые никак не формализуются называются application acted stream то есть просто некоторый поток байт также поток байт может быть формализован например может быть сказано что это джейсон или это там джаваскрипт или это там pdf также есть медиа тайп и например музыка видео картинки все они имеют свои маем тайп и примеры ну в общем что примеры просто текст просто html просто джейсон это передается и в случае когда вам отдают содержимое но и точно так же вы можете передавать контент тайп когда вы осуществляете запрос на сервер когда вы должны передавать контент тайп да например когда вы передаете на сервер данные самый простой способ передать на сервер данные это сделать форму вы в html размечаете форму наверняка вы видели и не раз эти самые формы, вы их заполняли, вы их отправляли. Что в этом случае происходит, когда вы отправляете форму? Браузер передает контент-тайп, который называется вот так, application xvvv-form url-encoded. Здесь написано, что мы передаем ввв-форму, которая заэнкожена как url. Мы берем каждый ключ, то есть каждое имя формы, берем значения, энкодим их тем самым процент-энкодингом и соединяем через равно, то есть ключ равно значение, ключ равно значение. И все эти пары соединяются между собой через амперсанды. Для простых форм это вообще прекрасно подходит, это все передается в теле запроса, сервер это понимает. Здесь как бы стоит отметить такую вещь. Помимо процент-энкодинга существует еще одна вещь, например, использование плюса. Очень часто браузер вместо того, чтобы энкодить пробел как процент 20, может его энкодить как плюс. Это стандартизировано, это записано, но чтобы вас этот плюс не удивлял, знайте, что этот плюс означает пробел. Зачем так сделали? Ну, наверное, потому что плюс читается в качестве пробела намного лучше, чем процент 20. Если же в форме у вас что-то более сложное, чем просто текстовые данные, например, загрузка файла. Вот вы знаете, что в браузере можно выбрать в специальной форме и загрузить файл. Файл через процент-энкодинг передать довольно проблематично. Там заэнкодить придется практически все. Была придумана следующая вещь, которая называется мультипарт форм-дата. Вся форма разбивается на составляющие части. Каждое отдельное поле, то есть каждый отдельный input передается отдельной частью. Части между собой разделяются границей, которая передается в контент-тайпе и называется boundary. То есть ваш сервер читает контент-тайп, видит, что у него мультипарт форм-дата. Тогда он смотрит, какой boundary используется. Boundary – это произвольная рандомная строка. Браузер ее генерит самостоятельно, исходя из того, чтобы эта строка не попадалась в данных, которые передаются. Далее к этой строке используется префикс два минуса для того, чтобы обозначить начало каждой отдельной секции. И используется два минуса в начале и два минуса в конце, чтобы обозначить, что мультипарт весь вообще закончился. Внутри непосредственно лежат сырые данные. Они никак не энкодятся. Они могут энкодиться, могут не энкодиться. И внутри есть свои отдельные заголовки. То есть внутри вот этого мультипарт форм-дата энкодинга к каждой части может быть указана кодировка, параметры, название файла. То есть вы оплодите файл, у вас есть тело файла, у вас есть имя файла. Вот это все будет лежать внутри отдельных частей. Ну и в общем здесь можно, наверное, даже закончить. То есть вы знаете, как запрос передается, как у вас передается заголовки в одну сторону, как у вас передаются заголовки в другую сторону. И также вы знаете, как у вас передается тело. В случае выполнения запроса тело может передаваться при посте, при заливке файла, в случае ответа то есть вы просто скачиваете файл поскольку я вижу что вы уже почти все умерли от такого количества информации я предлагаю сейчас где-то приблизительно посередине сделать небольшой перерыв дальше мы рассмотрим еще расширение протокола http и посмотрим на небольшие примеры кода так продолжим мы рассмотрели простую версию http и как вы могли убедиться она вся из себя текстовая простой текст который если получить доступ к сокету можно увидеть кстати кто из вас уже пользовался tcp dump вот в прошлой лекции был tcp dump а ведь на самом деле tcp dump позволяет вам смотреть трафик не только на локальной машине у себя но и например в определенных условиях tcp dump позволяет вам смотреть трафик который вообще ходит в сети например если у вас используется не особо безопасный роутер то все кто пересылают пакет из точки а в точку б то есть от себя кому-то еще будет виден и вам таким образом в простейшем случае вы можете наблюдать трафик соседа поэтому если там используется какая-нибудь авторизация и тому подобные вещи это все может быть перехвачено другой механизм это ну скажем так стать посредине man in the middle когда смотрите у вас есть какая-нибудь публичная вай-фай точкой например вы знаете от нее пароль вы берете делаете свою точку называете также и таким образом весь трафик идет теперь через вас вы такой вроде бы провайдер но на самом деле вы этот весь трафик смотрите для того чтобы защитить протоколы http от злоумышленников был придуман протокол https на самом деле ничего нового особо придумано и не было мы просто взяли имеющийся у нас протоколы https выбрали другой порт кстати да я не говорил порт по умолчанию для http это порт 80 так вот для того чтобы сделать в чтпс взяли шифрование взяли симметричное шифрование ssl или позднее tls tls это по сути ssl версии 3 ssl это secure socket layers tls это transport layer security про них можно почитать это шифрование симметричное с ключами и вы это можете зашифровывать расшифровывать и пустили просто поверх шифрования обычный htp трафик таким образом https защищает вас ваши запросы и ваши ответы и данные которые там идут от перехвата от перехвата и от изменения как работает и че теперь сначала у вас конечно же идет вот тот стандартный tc пишный handshake вам нужно установить соединение вы устанавливаете соединение а вот далее идет так называемый ssl handshake или tls handshake зависимости от того протокол какой версии используется ваш клиент в случае браузера браузер отправляет некоторый запрос что да я сейчас хочу начать ssl сессию сервер в ответ ему говорит да хорошо я ssl сервер я согласен с тобой работать вот тебе мой сертификат вот тебе определенный ключ вот тебе подпись в ответ на это клиент тоже генерирует некоторые свой набор валидирует сертификат что этот сертификат у этого сервера правильный соответствует тому куда вообще клиент шел дает ему некоторый свой ключ которым он будет шифровать это соединение после этого сообщает что да я готов к работе после того как сервер получает это сообщение сервер тоже говорит хорошо да наше соединение шифрованное мы оба готовы к работе после этого запрос клиента шифруется тем ключом который он передал серверу ответ сервера передается и шифруется тем ключом который он передал нашему браузеру таким образом если стать здесь посредине у вас есть два варианта вариант первый вы это все перехватываете по пути и не дешифруете в этом случае вы ничего не видите для вас это какие-то шифрованные бинарные данные другой вариант вы это перехватываете но тогда вам придется подменить здесь сертификат который вы отдаете и клиент проверяя этот сертификат увидит что сертификат поддельный сможет сказать что а на самом деле вот я пошел на такой-то сайт а там сертификат кривой давай мы не пойдем туда какие бывают сертификаты когда вы ходите по вебу вы можете видеть рядом с сайтами такие маленькие иконочки которые обозначают определенную степень валидации этого сертификата существует просто сертификат в который вписано имя сайта поскольку для создания такого сертификата нужно владеть этим самым сайтом вы можете быть уверены что это не кто-то сгенерировал такой сертификат для этого сайта и перехватил этот трафик а то что вы действительно идете на этот сайт да если вы примете этот сертификат и отдадите тот же сертификат то вы не сможете расшифровать сообщение то есть находясь посредине просто передавая этот трафик вы не сможете расшифровывать его то есть мы на столе кончик получим ключ с одной стороны ну вы не получите ключ в той форме то есть не расшифровывая соединение вы не получите необходимых данных для того чтобы получить содержимое но это нужно более глубоко посмотреть в устройство самого оси целя я не хочу здесь вдаваться в подробности здесь вот так в общих словах следующий сертификат чуть более скажем так секьюрный в этом случае проверяется еще и принадлежность конкретного домена к конкретному юридическому лицу почему это важно ну потому что например я могу следить за каким-нибудь доменом когда этот домен например вдруг кратковременно истечет его владелец забудет его во время продлить его могу временно например перехватить перекупить генерировать сертификат да мало ли много чего потом отказаться от него он вернется к законному владельцу в общем случае вторых сертификатов тот кто выдается ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Используют самые расширенные проверки сертификатов, потому что это важно. Когда вы идете на сайт банка, наверное, было бы не очень хорошо, если бы вы попали на сайт каких-либо злоумышленников и ввели им данные для логинов в свой интернет-банк. Там выполняется тщательная проверка юридического лица, принадлежности и прочее. И, собственно, информация о юридическом лице вписывается непосредственно в сертификат. Поэтому, когда вы заходите на такие сайты в браузере, вы будете видеть, что это не просто такой-то домен, а еще что он принадлежит конкретной организации. Ну, еще есть определенный класс сертификатов, которые никто не выдает. Вот за выдачу вот этих сертификатов отвечают специальные организации. Сертификационные центры. Для того, чтобы сгенерировать сертификат, нужно иметь определенный, так называемый, корневой сертификат, которым подписываются выдаваемые сертификаты. Вот те организации владеют этим сертификатом. И специальные ключи от этих сертификатов прошиваются в браузер. Браузер знает, что сертификаты, выданные теми организациями, являются доверенными. Но вы можете сгенерировать сами себе сертификат. Вы можете сгенерировать так называемый корневой сертификат, этим сертификатом сгенерировать другие сертификаты и так далее, нагенерить себе сертификатов для любого домена. Все, что вам нужно будет сделать, вам нужно будет в свой браузер установить этот самый корневой сертификат как доверенный. почему не стоит никогда устанавливать корневые сертификаты если вы их сделали не сами да потому что если вы установили такой сертификат то значит тот кто вам его дал сможет подделать любой сайт на который вы пойдете это полезно знать и уметь когда вы например будете делать что-то для себя например вы хотите поотлаживать ssl соединения ваш браузер будет эти запросы делать и если вы перехватываете соединение вот перестанет работать браузер а так вы можете сгенерировать себе сертификаты при помощи этих сертификатов генерировать сертификат для любого сайта вот как раз то что и задавался вопрос сделать себе прокси скажем так посредине men and the middle и через нее все работать есть готовые даже утилиты например называется me там прокси мэн-эмиддл прокси которую просто запускаешь и смотришь весь тыс и цель трафик который идет в расшифрованном виде вот в этом случае используются самоподписанные сертификаты. Ну, и поскольку SSL постепенно развивался, сначала он был только на самых важных сайтах, типа вот тех самых банков, потом поскольку стало понятно, что перехват трафика, потеря пароля, увод аккаунтов, это в общем-то важно, оно стало появляться на, да в общем практически везде а на сегодняшний день существует возможность вообще для своего сайта сгенерировать бесплатно сертификат если несколько лет назад для получения сертификата нужно было заплатить или платить каждый год то сейчас есть организация называется let's encrypt которая прошита в браузеры то есть эти сертификаты будут нормальными доверенными но при этом вы можете для себя для своего домена сгенерировать сертификат бесплатно поскольку https проник скажем так везде и его стало можно использовать бесплатно появилась необходимость скажем так как-то указывать что мы вообще всегда должны работать по https для этого существует специальный заголовок в общем в http все практически делается заголовками если ваш сайт отдаст вот такой заголовок он скажет что для этого домена применяется strict transport security он говорит насколько временем применить этот самый strict transport security здесь это число это секунды и такое количество секунд мне почему-то кажется что это приблизительно полгода здесь сказано что нужно включать все под домены этого домена если вы попробуете выполнить переход после этого на http версию сайта то без выполнения запроса без отправки например кук которые нехорошо терять или давать с третьим лицам браузер непосредственно не выполняя этот запрос выполнить для себя фейковый ответ redirect на https версию с таким образом если ваш сайт один раз отдал такой заголовок то все последующие запросы браузером будут перехватываться и отправляться насильно на https в целом на сегодняшний день можно считать это рекомендованная настройка настройте у себя https если вы будете у себя что-то поднимать выставьте этот заголовок и про обычные http можно в общем то забыть поскольку существование сайтов без какой-либо авторизации и защищенной информации это на сегодняшний день скорее исключение нежели правило рассмотрим еще одну штуку которая приближает нас к скорее к http 2.0 это веб сокеты я здесь обозначу просто как это работает и что это такое для того чтобы вы знали значит здесь используется тот самый connection апгрейд наш клиент приходит на специальный ресурс в java скрипте работает это исключительно в основном с java скриптом в браузере вы говорите что вы создаете так называемый веб сокет указываете ему определенный url в этом случае браузер идет обычным запросом но с двумя специальными заголовками один заголовок это connection апгрейд который говорит нам что данный данное соединение нужно заапгрейдить и второй заголовок апгрейд который говорит а во что нужно заапгрейдить это соединение там есть еще специальные заголовки отвечающие за шифрование за отсутствие перехвата то есть в общем относящиеся к безопасности но сути это не меняет вы говорите серверу я хочу поменять тип соединения то есть я к тебе пришел по http на самом деле я хочу веб сокет если сервер согласен если сервер на этом локейшене там с этими настройками параметрами и прочим поддерживает веб сокеты он вам ответит тем самым сто первым кодом да он говорит я согласен поменять протокол апгрейдимся на веб сокем на веб сокет connection апгрейд после этого у вас вот это соединение считается за апгрейджен это уже не http соединение это соединение с бинарным протоколом там нет заголовков запроса или заголовков ответа там есть некоторые пакеты но в целом стороны становятся как бы равнозначными у них есть возможность отправлять сообщения и у них есть возможность эти сообщения получать для чего это было сделано если вы вспомните то что говорилось там полчаса назад есть браузер ну или иной какой-то клиент он делает запрос на сервер сервер ему отвечает так вот представьте себе что вам нужно сделать да хотя бы чат вот просто какую-то штуку которая будет работать как веб-чат у вас клиент может пойти на сервер и что-то сказать а сервер сказать что-то клиенту не может без того чтобы клиент пришел и о чем-то попросил были различные технологии такие как например long polling это когда клиент приходит говорит я от тебя жду каких-то данных а сервер берет и не отвечает для того чтобы у него было готовое соединение с клиентом вот веб сокет предназначен был для того чтобы поставить в равные условия клиент и сервер когда у тебя есть установленное веб-сокет соединение сервер в любой момент может этому клиенту что-то сказать это бидирекшн в http2 эту функциональность тоже включили и поддержали соответственно если у вас есть http2 вы можете такой функциональностью пользоваться если нет можно воспользоваться веб-сокетами веб-сокет работает поскольку он работает поверх http он есть как в http так и в https будет интересно если где-то понадобится сможете разобраться в целом я вам объяснил как это работает теперь перейдем к тому про что нужно знать и думать когда вы создаете какие-либо приложения то есть если вы пишете код если вы этот код где-то как-то запускаете обязательно думаете всегда об уязвимостях никогда не доверяйте запросам которые к вам приходят данным пользователю даже если он с авторизацией даже если вы считаете что вот этим данным можно верить нет приходящим извне данным верить нельзя какие бывают распространенные уязвимости ну например если вам передают какой-то параметр а этот параметр попадает в заголовки ответа то возможна ситуация которая называется response сплитинг как это происходит вот здесь я передал некоторый параметр и предположим реализация нашего сервера подставляет это значение непосредственно в ответ в данном случае все хорошо но что если придет некоторый злоумышленник и сформирует ссылку другого вида например такую например при помощи переводов строки которые он здесь закодировал как 0 до 0 а он вставляет некоторую еще строчку new header после этого ставит еще один перевод строки что будет когда наш сервер подставит это значение в качестве значения парам на самом деле у нас появится в ответе нашего сервера новый заголовок поскольку как я говорил заголовки отвечают за очень многое заголовки отвечают за то можно ли делать запросы с сайта на сайт заголовки отвечают за авторизацию за очень много разных вещей то дав кому-то возможность подделывать заголовки вы открываете довольно таки большую дыру в уязвимости вашего сайта другой момент связаны с параметрами это 0 байт байт со значением 0 имеет специальное значение во многих случаях один из таких случаев например это файловая система и об этом я рекомендую вам подумать когда вы будете делать свою реализацию рассмотрим такой вариант вы принимаете некоторые параметры эти параметры обозначают имя файла которые вы должны отдать вот вы делаете свой файловый сервер вам запросе приходит отдай мне файл с таким-то именем вы берете этот файл проверяете что он соответствует определенной маски проверяйте регекспом строку и гэкспом можно проверить проверяйте например что это html файл вы даете только html файлы после этого открываете читаете печатаете возвращаете вам может прийти клиент например вот таким запросом если в имя файла включить 0 то файловая система прекратит читать имя файла когда увидит этот самый 0 таким образом вам передают запрос запросе подделывают есть часть которая будет провалидирована и она будет провалидирована успешно а на самом деле файловая система поднимется максимум корню и прочитает файл это цепь свд и выплюнет вам вместо того что передавалось в параметрах совершенно другое уязвимости такого класса они могут быть не обязательно не только в файловой системе они могут быть много где но вам нужно всегда валидировать данные которые вы получаете полностью поскольку используя такую последовательность можно бывает разделить данные на логическую составляющую которая будет отвалидирована это ту которая будет использована непосредственно например здесь тоже в той же файловой системой и самое важное самая страшная наверное уязвимость это так называемый rc я или remote code execution нужно ли объяснять почему это самая страшная уязвимость именно если дать возможность выполнить на вашем сервере каким-либо способом произвольный код то этим кодом может быть любое как деструктивное действие так и например раньше так называемые скрипт кидис занимались тем что в общем ломали чужие системы например rm минус рф и ух мы кого-то кому-то сломали систему у него все испортилось это скажем так глупое развлечение сейчас скорее никто так делать не будут вам скорее тихонечко заразят систему сделают из нее бота который будет использоваться для например распределенных атак в ботнете или для отправки спама или еще для каких-нибудь вещей за которые те кто это сделали получают деньги когда начинают фигурировать какие-то деньги это становится целью для более серьезных людей нежели условно говоря школьники которые просто удаляли вам файловую систему значит чего делать никогда нельзя первое чего нельзя делать это нельзя совать пользовательские данные в эвал если вы какие-то данные получаете извне от там вашего сервера и даете возможность эти данные сформировать будьте уверены в том что эти данные очищены максимальным образом что не существует возможности выполнить это как код самый простой способ это засунуть это в эвал как есть ну эвал как бы это совсем явно парнем про него понятно эвал выполняет код есть чуть менее явные штуки например известный вам qx у вас что-то было через qx сделано вы могли это дело дорабатывать и улучшать вот вы принимаете параметр и этот параметр засовываете в qx ничто не мешает мне в качестве параметра взять и закодировать еще что-нибудь посложнее я предполагаю что кто-то собирается получить файл там или листинг директории засовываю это все в qx а там вот собственно идет одна команда а следом за ней вторая в общем результат 2 думаю вы понимаете какой будет здесь тоже более-менее очевидно вы уже знаете что qx или систем выполняют команды третий способ он несколько более изощренным но от этого он не перестает быть опасным когда вы открывали файлы всем у кого я видел я делал замечание вы открываете файл в двух аргументном режиме open поддерживает как двух аргументный режим так и трех аргументный когда вы открываете файл двух аргументном режиме 1 трактует имя файла плюс режим открытия одновременно вы можете просто передать туда имя файла а может туда передать имя файла плюс специальный символ который на самом деле будет обозначать что нужно выполнить команду одним из таких символов является значок пайпа если в качестве имени файла как бы файла указывается вот такая штука и в ней есть pipe the open запустит эту команду прочитает ее вывод и вернется вам таким образом вы даете возможность если вы пользуетесь такой формой вы даете возможность передав специально сформированное имя файла выполнить произвольную команду shell am ну а где shell там и любой язык программирования которые установлены системе а с его помощью можно сделать все остальное таким образом это тоже rc я хотя вы могли вот когда вы пишете open вы не думаете о том что вы исполняете код я же просто открываю файл на самом деле нет для того чтобы не беспокоиться об этом для того чтобы быть уверенным что вы только открываете файл пользуйтесь трех аргументной формой это когда вы даете отдельный дескриптор отдельно режим открытия и отдельно имя файла в этом случае ничего такого выполняться не будет но еще отдельная форма rcm это sql инъекция поскольку мы sql отдельно не рассматриваем я не стал приводить каких-либо конкретных примеров обычно она сводится к то есть sql инъекция это частная форма remote code экзекьюшена только внутри базы данных это очень популярная тема сводится все к тому что вы точно также берете какие-то данные и передаете их в неизменном виде в запрос в базу данных если правильным образом не заэкранировать это не передать то вы даете возможность выполнять произвольные запросы внутри базы данных есть даже доклады от там безопасников или еще кого-то про например магическую волшебную кавычку вот когда говорят про различные уязвимости кавычка это очень часто такой символ который позволяет довольно таки простым образом проверить на безопасность какой-то сайт вы просто подставляете в качестве значения кавычку после этой кавычки вы можете что-то написать если тот сайт который вы тестируете не выполняет экранирование данных то скорее всего это кавычка закроет ваше значение здесь кавычка была применена то есть имя потом кавычка закрытие запроса и выполнение нового запроса если это была бы команда где-нибудь внутри этом шелла точно так же то есть кавычка закрытие . запятой и поехали дальше поэтому данные получаемые от пользователя нужно всегда экранировать а теперь как собственно эти запросы делать у нас есть прекрасная утилита называемая курл или curl конечно нужно для начала прочитать man у нее много опций у нее много возможностей и с этим вам придется познакомиться в любом случае если вы захотите когда-либо делать запросы из консоли можно просто написать курл и передать ему url в этом случае вы получите просто ответ который он нам вернул если вам хочется понять а что происходило при этом запросе можно добавить flag verbose тогда вы увидите как устанавливалось соединение с какими параметрами флагами куда он подключился он вам выведет какие запросы какие заголовки запроса и как выглядел сам запрос также он выведет заголовки ответа и сам ответ это полезно когда у вас что-то не работает и вам нужно понять почему вы делаете вербовный курл и смотрите что куда ушло и что приходит в ответ при помощи курла можно загружать файлы скачивать файлы при помощи его флагов вы это можете в этим спокойно можете управлять курлом можно проставлять дополнительные заголовки вам нужен какой-нибудь заголовок вы его просто добавляете с его помощью можно отправлять как постданные так и непосредственно сами файлы здесь в общем есть примеры которые вам понадобятся поэтому я их не буду все озвучивать ну да это просто опции с некоторыми параметрами и выполнение запроса на конкретный url ну и да и с помощью курла можно поменять метод которым вы делаете запрос поэтому если указать delete то вы выполните запрос delete вам понадобится это все поскольку этим в этом задании вы будете делать именно http сервер значит теперь совсем немного слайдов про то как это все делать на перле мы рассмотрим самый простой вариант возьмем обычный tcp шный сокет для того чтобы сделать запрос вы эту форму уже видели мы просто собираем строку запроса мы отправляем метод ресурс версию http через перевод строки мы отправляем хост на который мы идем я говорил что это минимальная форма запроса именно в таком виде мы ее и делаем когда вы делаете http клиент запрос это просто вы его собираете для вас основная работа это прочитать ответ для того чтобы прочитать ответ вам нужно сделать следующее вам нужно прочитать одну строку в ней содержится основная информация об ответе сервера там есть версия там есть код ответа и там есть вот человека понятная расшифровка этого кода вот собственно этой строкой и вот этим регекс пом я ее и читаю дальше нужно прочитать заголовки заголовки заканчиваются двойным переводом строки поэтому мы читаем построчно убираем перевод строки в конце если у нас мы прочитали оттуда пустую строку значит заголовки закончились значит нужно прочитать тело размер тела у нас лежит в заголовках поэтому если заголовки закончились значит мы читаем тело и значит мы уже прочитали этот заголовок ну а пока мы читали заголовки мы прибивали их к ловер кейсу я говорил что заголовки регистры независимые а если не говорил то сейчас поэтому для того чтобы не думать и не проверять в каком регистре они написаны мы их прибьем к нижнему регистру здесь мы берем имя заголовка двоеточие значение заголовка и помещаем это все в хэш таким образом мы выполнили хдтп запрос можно это дело доработать переделать видоизменить и здесь вы сможете эти примеры по запускать и по модифицировать здесь используется чтение чанками значит как теперь как сделать сервер у вас был эхо сервер на предыдущей лекции возьмем этот самый эхо сервер только вместо реализации эхо команды мы реализуем чтение запроса пользователя и отдачу файла давайте рассмотрим что здесь происходит когда мы вот вся часть которая относится к http серая к самому tcp серверу здесь свернута вот в первые семь строк рассмотрим вот эту часть мы читаем одну строчку запрос это метод плюс путь плюс версия http мне не интересно какая версия http поэтому я читаю просто метод и путь если метод не get в общем просто ответим очень коротким ответом длиной 0 и выйдем из этого там цикла и вообще обработки запроса не хотим отвечать ни на что кроме где-то если запрос get попробуем открыть наш файл здесь я использую трех компонентную форму open поэтому я спокойно сюда подставляю путь не все равно какой в данном случае я не выполняю никаких проверок поэтому если сюда подсунуть в качестве пути это цепь свд он отработает но здесь нет пока не важно если файл не открылся вернем 404 если файл открылся мы его прочитаем и ответим нашему клиенту который к нам подключился 200 ok скажем какова длина нашего ответа и отдадим непосредственно наш ответ это очень 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 простой http сервер но тем не менее он будет работать и он будет отдавать файлы ваша задача взять это оформить в виде модуля прикрутить вашу библиотеку которая поддерживает команды поддержать разные методы проверить на выходы за границы то есть проверить аргументы выполнить валидацию ну в общем да давайте теперь рассмотрим что вам нужно будет сделать поскольку у вас по результатам предыдущих домашек должен быть сторож должен быть опыт работы с сетью и создание сервера и клиента теперь вы делаете http сервер к своему файловому серверу значит сейчас вам нужно будет познакомиться с http вы делаете сервер работаете вы с ним при помощи утилиты curl берете сервер берете ваши модули и реализуете некоторые определенный минимум вы должны через браузер зайти на ваш сервер и увидеть содержимое директории вот просто вы запускаете сервер даете ему директорию там у вас был клиент который выполнял ls а здесь вы прямо браузером заходите и видите какие у вас файлы есть если вы запрашиваете конкретный файл вы его скачиваете если вы запрашиваете директорию вы получаете листинг директории если прийти с запросом put айбом вы можете выполнить при помощи курла вы этот файл заливаете и создаете если вы выполняете пост с параметрами здесь вам полная свобода можете делать что хотите и как хотите вы реализуете команды там например перемещение переименование что суть одно и то же с методом делит вы удаляете файл все понятно да 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 еще вопросы собственно вопросы по всей лекции запросы надо будет писать вам нужно будет задача взять сервер и его развитие доработать а сами команды вам нужно сделать запрос на сервер откуда угодно тут пишите просто курловую команду то скорл минус x до курл минус x put например там тело файла на такой-то сервер ну про это можем написать и ответ у вас будет в командной строке от курла то что вы делаете если вы делаете запрос через браузер ответ у вас браузер если вы запрос делаете в курлету и ответ у вас в консоли же еще вопросы ну тогда в общем у меня все сегодня больше теории больше того как она вообще все устроено и вот чтоб не говорили что этого нет она тут всегда было